Приветствую вас на своем канале, меня зовут Татьяна, кто со мной еще не знаком, я визажист, я живу в Израиле и сегодня будет видео о покупках, последних покупках новинок, косметики, как вы знаете или кто еще не знает, кто новенький на моем канале я в основном обозреваю люксовую косметику, американскую косметику, проф косметику и кому интересно обзор таких новиночек, оставайтесь со мной кому интересно макияж, который сейчас на мне, посмотрите предыдущие видео, видео с макияжем, оставлю тоже ссылочку внизу так как у меня покупок очень-очень много, я решила разделить по категориям сегодня будет видео о всей люксовой косметике покупках и в следующем видео я уже сниму более проф косметику, это Мак, Бобби Браун, тоже израильские бренды косметики Make Up For Ever, вот, а сегодня будет Шарлотта, Том Форд, что еще, Диор, Шанель, в общем, все такие бренды вот кому интересно именно обзоры новинок люксовых брендов добро пожаловать в сегодняшнее видео давайте начнем, наверное, с тональных основ будем двигаться по нанесению так, у меня появилась в новинках вот такая вот тональная основа, новая от Lancome так, вот так вот красиво-красиво выглядит коробочка у меня это в двести тридцатом оттеночке, двести тридцать W этот оттенок, кстати, самый-самый, по-моему, продаваемый вот так вот красиво выглядит вот эта вот коробочка баночка, вернее, не коробочка я сама за этим оттенком долго-долго гонялась, я его нашла и тут только онлайн вот, почему он самый продаваемый потому что вся вот эта вот линейка, именно новая тональная основа она немножко идет такая с розовым батоном в основном там оттенки все с розовым батоном даже тот, что N, как бы Natural, он тоже более розовый батон а это именно W с теплым батоном и оттенок такой Light to Medium как бы он больше, ну, к большинству подходит поэтому он, в принципе, везде-везде раскуплен вот сейчас покажу вам оттенок тональная основа, здесь написано Care and Glow как бы она как бы подсвечивает ну, в общем, здесь я бы сказала, средней плотности тональная основа да, немножко с таким, не глухоматываемым, а немножко с glow эффектом есть вот, но кто любит неплотные тональные основы то она, ну, как бы вряд ли понравится она немножечко такой гелевой текстуры кстати, я думала, что она будет похожа на Dior тоже такая с белой крышкой Nude Glow или как-то, не помню, как называется вот, думала, что она будет тоже такой консистенции так вот так вот оттенок выглядит видите, он немножечко желтоватый но, в принципе, он тоже подстраивается вот, когда его растушевать он хорошо подстраивается он сегодня нанесен на мне вот, посмотрите тоже в предыдущем видео с макияжем, да ну, он не темный тоже для меня вот, но очень хороший здесь подтон именно вот этот W понравилась мне эта тональная основа как всегда, есть Lancome запах вообще, люблю очень тональные основы от Lancome они выглядят очень красиво именно сами вот эти вот баночки да, обожаю Lancome именно я люблю, я уже говорила тоже тональные основы, консилеры, пудры все, что касается именно как бы продуктов для лица да, тоже люблю крема ну, именно уходовую косметику от Lancome все остальное я, в принципе, не люблю от Lancome вот, так что присмотритесь тоже к этой основе кстати, в Израиле я еще ее не видела я ее покупала в Чехии когда была вот в Израиле пока что я ее не видела и как я спрашивала в магазинах пока что она даже не ожидается в Израиле всегда все новинки очень поздно доходит потому что у нас там этот Мисрат Бриют как это на русском министерство здравоохранения да, они пропускают очень медленно все новинки некоторые новинки вообще даже не пропускают в страну вот поэтому даже есть, кстати, из многих сайтов которые шлют, в принципе, как бы в Израиле да, но некоторые продукты даже с определенных марок некоторые не шлются потому что там есть какие-то ингредиенты которые запрещены в Израиле в общем, не знаю в общем, когда появится или кто-то будет за границей то присмотритесь именно к этой тональной основе очень-таки достойная давайте дальше с тональными основами еще у меня появились две новинки от Chanel вот такие вот тональные основы давно хотела попробовать именно вот эту вот номер один я ее купила в Дьюти Фри у нас она появилась в Дьюти Фри не знаю, может быть, даже если я скажу в магазинах вот так, смотрите, как красиво выглядит вообще сама упаковка мне ее даже выбрасывать жалко хотя я не люблю копить эти все упаковки ну, есть такие, прям, не знаю, жалко выбросить вот, вот так вот выглядит сама бутылочка я, кстати, очень люблю тональные основы тоже от Chanel у меня много есть разных вот, хотела попробовать именно вот эту она тоже такая знаменитая у меня, значит, в оттенке BD41 пропишу все номера, все названия вот то, что я показываю чтобы вам было удобнее вот, может быть, сделаю тоже таймкоды чтобы было тоже удобно искать и переходить так, эта тональная основа она легкая она не сильно плотная она очень легенькая дает такое легкое-легкое так, давайте тоже покажу оттеночек вот такой вот оттенок он очень натуральный кстати, тоже мне кажется очень многим подойдет в Dior ой, не в Dior в Chanel BD это как Beige D'Or ну, как бы, да, если с английского то есть, в общем, бежевый бежевый оттенок и 41 это уже интенсивность, да есть там 40 есть 30 есть 20 тоже интенсивность вот мне в основном вот подходит 30 вообще я хотела 30 но 30, по-моему, вообще нет в этой линейке вот взяла BD41 но тоже, кстати, очень хороший вот, смотрите такой натуральный оттенок и она такая, как водянистая немножечко видите, она очень-очень такая легенькая-легенькая ее лучше всего наносить вообще пальчиками она прям такая, как даже основа серум ну, как сыворотка очень хорошо такой дает тоненькое-тоненькое покрытие вообще, вот смотрите, тоненькое и такое полувлажное тоже она оставляет не матовый финиш а такой полусатиновый очень обалденно пахнет тоже абрикосками у меня всегда вообще уход и тональные от Chanel пахнут абрикосками не знаю, кому как и вот мне абрикосками вот в общем, тоже классная основа она, тем не менее, хоть и легенькая вот она все прикрывает то, что нужно прикрыть конечно, если очень проблемная там какая-то кожа очень широкие поры то она, конечно же, не прикроет вот а так очень-очень достойная тональная основа кто любит тональные от Chanel вот, очень рекомендую прям у меня она полюбилась полюбилась но лучше все, как я сказала ее наносить именно пальчиком так, следующая новинка от Chanel это вот эта вот знаменитая Le Beige тональная основа в гранулах это новая версия выглядит вот так вот смотрите, тоже какая красивая упаковочка то есть предыдущие упаковки они были более такие квадратные у меня это в оттенке B30 как я говорила что я больше ну, в Chanel покупаю именно тридцатки ну, в принципе 40-30 мне там далеко не отличаются от интенсивности так что мне подходят кто не знаком с этой тональной основы это идет такой гель с гранулками да, которые растворяются когда ну, от прикосновения так, сейчас покажу какой у меня оттеночек вот вот так вот оттенок и вот мой B30 в принципе тоже это натуральный такой оттенок тоже мне кажется для light to medium от светлой до средней среднего тона кожи вот и еще значит с ним вместе шла вот такая вот смешная кисточка в Chanel предыдущем была более такая какая-то квадратненькая да, но эта кисточка очень удобно именно наносить консилер и вот я сегодня тоже ей наносила именно контур вот очень-очень удобно для этого ну, для тональной она мне не понравилась как наносить вот и еще то есть она немножко отличается от предыдущей во-первых здесь очень большая линейка оттенков здесь наверное штук 50 оттенков не знаю сколько не считала вот а предыдущей там по-моему было 3-4 вообще оттенка там по-моему light light medium medium и по-моему dark или что-то такое вот в этой конечно уже большая широкая линейка и она по текстуре немножко отличается она немножко плотнее чем та что была старая версия но старая версия так понимаю они уже сняли с производства то есть можно где-то там найти остатки купить но в основном как бы уже ее нету и эта версия она более плотнее то есть тому кому не хватало как бы да вот лично мне старая версия она немножко как бы не хватало мне покрытия то есть я ее наслаивала да то есть я очень люблю эту основу все но покрытие немножечко как бы хромало вот но очень многим она тоже нравилась это мне нравится гораздо больше по покрытию вот и именно эта версия больше похожа по покрытию на такую же от розеин вот на вот эту вот основу от розеин да она тоже дает более покрытие чем вот от шанель старая версия вот мне чем-то вот сейчас они стали похожи кстати в розеинок все таки 30 миллилитров здесь 20 но на самом деле тоже ее лучше разносить пальчиком так как конечно же это гелевая основа и спонж или кисточка очень много съедает тональной основы и плюс ко всему она все все равно лучше распределяется именно пальчиками да вот я наношу тоже на ручку разбиваю вот эти гранулки и дальше уже наношу как бы на лицо разношу тональную основу тоже пальчиками тоже очень классно и мне тоже эта версия намного больше нравится чем старая давайте переходить к консилерам у меня тут есть 4 консилера в новинках значит новый консилер от Too Faced я кстати люблю очень консилеры от Too Faced это вышла новая версия более легкого консилера такого сатинового с подсвеченным эффектом у меня в оттенке пекан там тоже есть большой большой выбор этих оттенков вот я выбрала это все в живую в Сифоре значит вот так вот очень-очень красиво выглядит сама баночка консилера вообще здесь жемчужный такой колпачок здесь тоже вот гравировка Too Faced и F очень-очень красиво так по-девчачьи вообще смотрится вот и так вот такая вот лопатка смотрите какая чуть-чуть она видите как изогнутая вот консилер очень классный он дает легкое-легкое свечение полупрозрачное покрытие то есть это не плотный консилер как есть в большой такой тубе от Too Faced это более легкое покрытие немножко подсвечивает такой интересной текстуры он немножечко как тягучий очень тоже классный но мне кажется он не всем понравится потому что он такой более легкий так вот так вот выглядит оттенок пекан почти слился в принципе с моей кожей смотрите он распределяется дает такое немножечко немножечко такое свечение тут нету ни блесточек ни шиммера вообще ничего а просто такое как сатиновое свечение изнутри очень-очень рекомендую тоже присмотреться к нему но он много чего не скроет это те у кого вообще нету проблем там темных кругов под глазами либо просто нужно для высветления для освежения взгляда вот тогда вот присмотритесь к этому консилеру тот кто любит плотное покрытие допустим как тарт там хорошо перекрыть либо там ну другие консилеры допустим вот этот Милк новый он тоже более плотным покрытием то это нет это такое легенькое легенькое вот ну классно все равно дальше тоже новинка этого года это вот от Милк консилер у меня в оттенке 7 NW здесь покажу он такой пузатенький он кстати очень популярный на американском youtube вот вот так вот интересно он выглядит вообще косметику Милк я не очень если честно люблю потому что у меня я люблю у них есть стик такой для голубенький как бы от припухлости глаз вот он мне нравится вот у меня есть тоже румяно-кремовые ну как бы так себе то есть не там самые какие-то там крутые или лучшие вот и еще у меня есть бронзеры тоже в стиках они очень неприятно пахнут я даже им не пользуюсь потому что они хотя новые были и всегда ну когда даже новые получила они уже пахли неприятно не знаю и Милк насколько вы знаете это косметика которая на натуральных компонентах вот и она очень быстро кстати портится поэтому я не очень отношусь как бы к этой марке в принципе вот консилер в принципе мне понравился он дает очень такое плотное покрытие его надо буквально горошинку так себе покажут уже этот оттеночек вот такой вот оттенок у меня вот тоже натуральный оттенок неплохой вот тоже его как бы растереть смотрите он дает плотное покрытие но финиш у него тоже не глухоматовый такой немножко сатиновый вот но его нужно очень чуть-чуть потому что если с ним переборщить лучше даже наносить его влажным спонжем если им переборщить то его прям видно под глазами он прям будет подчеркивать все морщинки все 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 то есть его буквально вот чуть-чуть я тоже его сегодня использовала макияж наносила буквально вот чуть-чуть сюда на как бы во внутренний уголочек и остальное просто спонжиком влажным как бы разносила потому что слишком слишком он прям плотный для тех кто любит прям плотный плотный консилер присмотритесь так дальше мой любимчик я купила просто в еще одном оттенке это от KVD консилер такой выглядит он как с пипеткой но он не с пипеткой вот вот так вот очень-очень тоже красивая упаковка прям красота вообще смотрите тоже гравировки все он открывается тоже как обычный тут спонжик вот я взяла мне просто более светлым оттенки я взяла medium 131 оттенка вот он мне очень нравится он тоже дает плотное покрытие но он не такой плотная как вот этот milk он плотнее вот как бы средний но ближе к плотному да и очень красиво тоже он лежит под глазками вот смотрите тоже такая как лапка котенка какая-то вот 131 это более темный у меня есть светлый мне очень понравился я даже с ним тоже люблю очень работать на клиентах поэтому я взяла чуть темнее оттенок потому что у меня немножко не хватало и как бы темного тоже очень у него там оттенка не знаю уже штук 50 короче очень много-много то есть можно выбрать вот так вот выглядит оттенок в принципе они все плюс-минус как бы для меня тоже подходят даже этот оттенок хотя немножко темноватый сейчас мне тоже если его хорошо там разнести чуть-чуть как бы нанести да то он тоже подходит вот тоже очень достойный консилер присмотритесь но выбор оттенков там конечно огромнейший вот и упаковка вообще обожаю и кстати здесь очень много здесь сколько здесь миллилитров здесь 10 миллилитров как бы большая туба тоже люблю этот консилер еще один консилер который это мое разочарование это новый консилер от шарлотты у меня он в пятом оттенке 5 медиум оттенок в принципе хороший то есть по оттенку мне подходит тоже очень сложно выбрать у шарлотты оттенки там их так много вообще когда много оттенков очень сложно выбрать вот такая вот огромная огромная туба здесь сколько здесь здесь 7,2 грамма как бы она выглядит таким прям огромным красивая очень тоже упаковка ну как всегда все люксово у шарлотты золото очень все красиво тоже здесь гравировочка все классно вот вот так вот выглядит как бы спонжик оттенок тоже очень хороший для меня я подобрала вот пятый оттенок вот так вот выглядит но я его совершенно не могу на себе носить и на клиентах даже еще не пробовала но на себя я наносила уже сколько не наносила я постоянно умываюсь потому что потому что здесь очень крупные блестки прям блестки шиммер какой-то особенно когда еще влажный его не так видно но вряд ли будет видно на камере вот но в жизни их очень видно особенно когда попадает лучи солнца под глаза это все какой-то как будто у меня осыпались шиммерные тени под глаза и эти блестки еще я заметила проявляется еще больше когда он либо высыхает либо его сразу припудрить все это как будто я просто какой-то хайлайтер под глаза нанесла не знаю мне не нравится есть спорное очень мнение на youtube насчет этого консилера кому-то нравится кому-то не нравится кто-то видит эти блестки кто-то не видит и на американском ютубе и вот русские девочки тоже я видела обозревали кому-то нравится кому-то не нравится либо это с оттенками проблема допустим те что более светлые там нету этих блюстечков более темных есть вот не знаю мне скоро там должны прийти с сифоры маленькие пробники там давали в подарок и там у меня посветлее оттенки по-моему четвертый или еще какой-то вот я еще хочу сравнить с более светлым оттенком либо это у меня оттенок такой не знаю вот но я не могу вообще его носить это у меня вообще глубокое разочарование и еще покупать я его даже вообще не собираюсь в никаких оттенках потому что я вообще его не могу носить я не могу когда у меня вот этот шиммер под глазами и он выделяет еще больше там какие-то припухлости глаз и все не знаю у меня лично у меня это разочарование кстати еще одна у меня есть шарлоты с новинок разочарования тоже сейчас покажу что-то мне в последнее время шарлота прям расстроило вот так что я не знаю его рекомендовать или не рекомендовать кому-то нравится кому-то не нравится не знаю либо от оттенка зависит либо лично мне он не нравится но мне мало консилеров которые не нравятся в принципе мне очень много в основном не нравится вот но вот этот у меня просто вот теперь лежит и все я его сколько раз не наношу раз пять наносила и я умывалась и наносила другой вот мне очень нравится новый консилер от худа я его показываю в прошлых видео от худа вот обожаю вот этот новый именно и старый я люблю консилер который был в чубике но он более плотнее а новый вообще у меня это каждый день сейчас в ходу вот а этот прям какое-то вот глубокое глубокое разочарование дальше давайте по кремовым основам здесь у меня появился новый пронзер от NARS вернее новый старый это в оттенке казино это тот оттенок который выходил еще раньше там год назад да когда вышла только лагуна и казино два оттенка которые стали очень популярны вот у меня есть лагуна и я очень хотела именно казино казино везде было распродан в принципе лагуна тоже она сразу стала распродана но лагуна я сразу купила а казино нет вот я его очень хотела я его нашла в сифоре в чахе как бы может быть остатки не знаю вот очень мне хотелось этот оттенок потому что я люблю очень казино именно в сухом формате это мой любимый тоже бронзер вот лагуна и казино в принципе я люблю просто чуть разные по насыщенности я хотела именно казино так вот так вот выглядит оттенок смотрите тоже какой он классный коричневый такой правильный коричневый оттенок вот так выглядит и сейчас я вам покажу в сравнении с лагуной оригинальной и еще с лагуной 3 которую я купила я думала она будет похожа на казино но нет кстати оттенки немножко отличаются то что вот новая линейка я не знаю как лагуна вот новая отличается от старая или нет потому что у меня смотрите вот взяла лагуну та что выходила вместе с казино вот насколько они отличаются вот это лагуна и вот казино одни из первых видно что лагуна такая немножко посветлее да и такая светло-коричневая а этот немножко с краснинкой такой коричневый покажу тоже оттенок и они кстати немножко отличаются по текстуре с новыми я уже говорила да что именно старая версия она немножко такая муссовая а новая больше как гелевая сами по текстуре отличаются так вот это вот лагуна старая тоже не знаю какая новая это вот казино то есть в принципе и этот классный оттенок он такой немножко в желтинку идет коричневый ну как и оригинально оригинальная вот эта вот сухая лагуна и казино вот кремовый вот так вот и сейчас еще покажу именно вот лагуна 03 вот вот так вот выглядит и вот казино я думала что это как бы замена видите немножко отличается все таки казино он немножко краснее такой коричневый немножко в краснинку этот более такой натуральный покажу это все у нас вот рядом вот вот это вот лагуна 3 и вот они рядышком вот смотрите лагуна она даже темнее она темнее чем вот этот вот казино ну и оригинальная лагуна вот так вот ну по большому счету мне все оттенки нравятся и все у меня в ходу и лагуна и казино и лагуна 03 вот вообще люблю эту текстуру очень классно быстро тушуется чем-то кстати они похожи на текстуру вот шарлотты вот эти кремовые бронзеры тоже немножко такие муссовые вот так что если вам нравится тоже кремовые текстуры бронзеров присмотритесь именно вот к этим от нарс в принципе новые оттенки все там там уже линейка большая там пять оттенков но как по мне то самое тоже ходовые это лагуна оригинальная и вот лагуна 03 там есть более такие светлые или еще там потемнее ну как бы это самые такие мне кажется ходовые именно с этой линейки с пяти оттенков так давайте еще покажу пудру новую от шарлотты это вышло вместе она с вот этим консилером новинка брайтинг блюринг лифтинг эффект в общем все на свете тут написано все что она делает здесь значит она в двух оттенках это светлый более темный как бы светлый это для светлых и средних оттенков и там такой более желтоватый он для как бы более темных танту дарк он как бы да лайт медиум и танту дарк вот в общем у меня это в светлом оттенке выглядит это вот так вот обычная как бы белая транспарантная пудра но она мне тоже как бы не очень понравилась скажем так если сравнить с оригинальной вот этой пудрой которая в золотистом таком футлярчике мне эта пудра вообще обожаю у меня она и в запасках и везде она мне нравится и в миниатюрках и везде в общем я ее обожаю эту так себе я еще хочу попробовать может быть темнее версию потому что вот эта вот белая она выбеливает если честно она значит дает такой текстурой немножко тоже подсвечивает но тут такое мелкое мелкое такое свечение сатиновое то есть не так как в этом консилере там блестки какие-то крупные здесь очень мелкая вот смотрите она и она выбеливает то есть ее нужно не знаю чуть 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 очень пушистой очень легкой кисточкой наносить потому что она выбеливает вот я ее нанесла и вот даже я ее вот так вот разношу видите все равно она остается вот такой вот какой-то вот белесый оттенок но сама текстура тоже очень классная такая прям как силиконовое такое потом получается покрытие не знаю вот очень классная очень красиво подсвечивает но она выбеливает не знаю даже для меня вот сейчас когда я посветлела она мне все равно выбеливает я хочу может быть не знаю более темную версию но она тоже везде как-то раскуплена темная версия в общем у меня это пудра 50 на 50 соответственно мне нравится текстура мне нравится ее эффект но она очень выбеливает то есть тоже либо для очень очень светленьких прям fair too light наверное не знаю вот потому что мне она именно из-за оттенка не очень нравится хотя она как бы призвана подсвечивать но эффект прям выбеливания так давайте еще тоже шарлот уже закончим значит вышло у шарлоты две вот эти вот новые палеточки для лица у меня есть значит светлая и я еще заказала более темную потому что мне светлая не очень понравилась может быть не знаю темная мне понравится больше я сейчас покажу почему так я вообще обожаю вот эти все лимитки от шарлоты каждый год ну как бы для лица вообще очень люблю все но вот это вот тоже у меня какая-то в разочарованиях вот смотрите упаковка конечно супер такая как камень какой-то такой мраморный или не мраморный не знаю там переливается всеми цветами очень-очень красивое все красиво вот это написано да fair to medium вот но тут во-первых два у меня разочарования с ней это же специально ой во-первых у меня она пришла и начал выпадать вот этот рефил не хочу ее переворачивать потому что он выпадает просто очень у многих именно вот эти хайлайтеры выпадают из палеток либо этот либо этот да вот так вот выглядит так чтобы он не выпал у меня я его еще не приклеила даже не знаю как его приклеить мне даже за нее вернули полностью деньги со спейсингом по моему потому что походу всем понятно что это выпадает и так и так вот оттенки красивые но мне очень понравилась текстура вот этих вот хайлайтеров они тоже такие мелкие мелкие давайте покажу вам оттенки мелко-мелко дисперсные с вами оттенки очень красивые тоже такое как влажная к тем то похоже кстати на том форт вот эти вот новые хайлайтеры вот очень такое мелкое красивое сияние изнутри вообще И оттенки тоже красивые Так, вот это вот два хайлайтера Один более такой цвет шампанского И второй такой розовое золото Вот, но румяна Это капец просто Оттенки тоже красивые румяна Особенно вот этот пилоток, но они замыливаются Сейчас покажу, только подержу вот этот оттенок Вот, смотрите, видите Это я пользовалась не так часто Они начали замыливаться буквально там С первого применения Вот, и вот этот вот Я не знаю, если видно Что они полностью замыливаются Засаливаются И я вообще в шоке, почему так Оттенки красивые Вот этот пилоток, ну видите Он даже еле-еле так вот набирается Ему надо прям хорошо-хорошо И плюс ко всему он замыливается Вот, оттенок самый красивый Такой припелено-розовый Вот, ну, этот, конечно, такой Барби розовый, но они все замыливаются Что это такое? Вот этот прям такой, его надо, конечно, чуть-чуть наносить Вот, но мне в основном вот это вот троица нравится И хайлайтеры по текстуре мне нравятся За минусом того, что они выпадают И за минусом того, что эти румяна замыливаются Ну, как бы, все классно, круто, но, блин Для Шарлоты это какой-то пожор Реально, давайте покажу оттенки Я не знаю, может быть, вторая будет получше Не такая вот, посмотрим, она ко мне доедет Вот, вот такие оттенки Оттенки очень красивые Вот, смотрите, тоже такое Хайлайтеры вообще по текстуре классные Вот, реально И вот эти румяшки классные Ну, вот эти тоже, если легенько-легенько наносить, то да Ну, короче, это тоже мне 50 на 50 Потому что из-за вот этого вот Как она себя ведет Конечно, это, ну, не за такие деньги То есть это не сколько, сколько она там стоит 75 долларов или сколько Вот, ну, чтобы вот так вот все выпадало Я не знаю Так, еще Есть такая палетка новая Тауэрглаз со слоником Тоже у меня едет еще с бабочкой Ну, со слоником По мне, самая-самая ходовая Есть еще третья, которая вышла в этом году С тигром Я ее видела вживую Тоже в Сифории Она такая темная, рыжая какая-то Ну, то есть ее там Либо когтей не наносить Либо, ну, реально, как бы для смуглой кожи Хотя это хорошо Смотрите То есть в этом году Тауэрглаз выпустили вот для Очень светленьких Это вот с бабочками Которые со слоником Как бы это среднее И с тиграми Это как бы для более смуглых, да Там, девочек Вот тоже как бы хорошо Что есть выбор Но как в фоне Это именно самая универсальная Именно со слоником Я тоже ее сегодня наносила Вот бронзер Вот выглядит И все вот уже стеной Так же, как и в прошлом году Уже стеная такая вот упаковочка Вот И именно вот это Она собрана Как бы есть все Пудры, бронзер Там, румяна, хайлайтер Вот с бабочкой Допустим, там в основном Три пудры идет И румяна Там нету бронзера А вот с тигром Там вообще непонятно что Там пудра какая-то темная Вот И бронзер какой-то рыжий Вообще там какой-то Как бы Или шиммер рыжий В общем, она там вообще Непонятно что Там какие-то одни тени Вот как по мне Это вот самое-самое удачное Она подойдет очень многими Светленькими Средненькими И темненькими, наверное Вот Значит, что здесь у нас Здесь две пудры Которые, в принципе, идут по стоянке Это Димлайт и Софтлайт Ну, димлайт В принципе, у них Они в каждой В каждой палетке То есть это вот Димлайт Он такой нейтральный Тоже я люблю Эти пудровые Тауэрглаз Они у меня И в единичных форматах есть И я покупаю каждый год Вот эти вот палетки Я люблю эти палетки Вот Так что Это самые такие У них бестселлеры Вот Классные Тут нечего сказать Ну вот Их почти не видно Да Вот И они Очень красиво Тоже подсвечивают Холено смотрятся Вообще Обожаю В общем Эти пудры Вообще Я люблю Ауэрглаз В принципе Почти все Я у них люблю Очень мало Что не люблю Не люблю Кстати у них Тональные основы То что я пробовала Тональные основы Мне совершенно Не понравились Заказала сейчас Основу в стике На своем Любимом сайте Глэмбот Вот Потому что Она там стоила Вообще Какой-то Копейки Почти новая И стоила 9 долларов И так как Это не такая Прям старая Тональная основа Мне просто Интересно Попробовать Вот Так что Посмотрим Когда едет Так Дальше Здесь есть Хайлайтер Хайлайтер Обалденный Я обожаю Вот эти вот Именно хайлайтеры От Ауэрглаз Вот тройку Вот эту хайлайтер В принципе Везде Где есть хайлайтер В Ауэрглаз В этой форме Они все классные В бабочке Тоже есть Такие хайлайтер Хайлайтер Чуть светлее Но это тоже Очень красивый Он такой цвет Розовое золото Так Сейчас дайте покажу Вот Вот так Выглядит хайлайтер В принципе Это тоже Когда он растушевывается Он тоже дает Красивый Такой Подсвеченный Эффект Вот Влажная кожа Очень красиво Красиво Смотрится Вот Дальше Здесь бронзер Бронзер Здесь тепленький И с золотистым Таким Вкраплением Блесточек Ну Этих блесточек Именно не видно Потому что Это Ауэрглаз У них блесточек В принципе Не видно Вот Вот такой Более теплый Видите Теплый Не знаю Видно эти блесточки Или нет По моему Не видно Вот Ну Здесь есть Чуть-чуть Вот Вот так Он тепленький Это реально Бронзер Бронзер То есть он В принципе Подойдет Многим Но Если есть Какая-то Коррекция Вот И сверху Именно как Бронзер То есть им Корректировать Именно лицо Нет Невозможно Вот Но как Бронзер Да Дальше Здесь двое Румян Двое Румян В разной Формуле Значит Одни Это Формули Ириденс Ириденс Коралл Этот оттенок Называется Ириденс Это В Ауэрглаз Есть такая Серия Румян Которые Как смешанный Хайлайтер Вместе С румянами Вот Они идут Такие Подсвеченные Немножко С шиммером Таким Как бы Но Тоже Красиво Смотрится Но Кто не любит Именно шиммер Румяна То Конечно Такая текстура Не очень подойдет Или у кого Есть расширенные Поры на щечках Тоже Это не очень Подойдет Вот Вот так Красивый Такой Оттенок Такой Светло Кораллово Розовый Я бы сказала Даже Вот Вот так Вот Выглядит Красивый Красивый И Вот Это уже Румяна В обычной Формуле Radiant Rose Radiant У них В принципе Это обычная Линейка Румян Это такие Сатиновые Румяна Без Плюшечек Просто Сатиновое Свечение Они такие Барби Розовые Тоже Их надо Они Очень Пигментированные Вот эти Менее Пигментированные Которые С шиммером С хайлайтером Вот эти Больше Пигментированные В общем В бабочках Там Трое Пудр Которые В принципе Идут В постоянке По моему И даже Румяна Которые В постоянке Там всего Два новых Продукта А здесь Четыре новых Продукта Здесь Вот эти Вот Вот это Все новое И только Две пудры Старые И в Тигре Тоже Там По моему Только Два новых Продукта Все остальные Как бы Постоянные Линейки В общем Ну Это для Коллекционеров Как бы Ауэркласс Либо кто Любит Постоянно Пользоваться Этими Палетками Я видела Многих Конечно Там уже Дырочки В этих Палетках Те Кто Постоянно Ими Пользуется Ну Из продуктов Для лица Именно В люкс Сегменте У меня Остались Томфорд Дикий Так Давайте Сразу Наверное Мы начнем С кремовых Значит Вышла В Томфорд Новые Палетки Кремовых Текстур Их Ни Вот эти Вот Знаменитые Двойки И Четыре Палетки Хайлайтеров Тоже Двушек Да Два Кремовых И два Хайлайтера Вот Значит Вот так Вот Выглядят Упаковки У меня Это Интенсити 1 И Интенсити 2 Еще Есть Интенсити 05 И Интенсити 3 05 Какой-то Там Слишком Светленький Наверное Вот А Тройка Вообще Какой-то Темный Темный Вот 1 и 2 Это Самые Такие Принцип Тоже Ходовые Так Так Вот Выглядит Новые Упаковочки Смотрите Томфорд Заменили Упаковки Да Здесь Теперь ТФ Имена На Самой Упаковки Раньше Здесь Ничего Не было Да Просто Была Обычная Коричневая Упаковка Конечно Жене Идут В этих Пыльничках Я даже Не знаю Где их Уже Дела Вот Так Интенсити 1 Выглядит Вот Так Вот Здесь Так Во-первых Здесь Отличаются Совершенно Формулы От Старых Формул Вот Старая Формула Там Был Вот Этот Именно Корректор Он Был Более Такой Матовый То есть Там Блёсточек Вообще Не было В этих Формул Здесь Есть Особенно Когда Новые Когда Еще Никак Не Трогали Может Ставлю Тоже Видео Фото Когда Я Только Получила Я Там Их Снимала Вот Конечно Я Уже Ими Попользовалась Видно Прям Такое Вкрапление Тоже Мелкого Мелкого Шеймера Но Когда Вы Наносите То Ее Совершенно Не Видно Это Просто Помогает Как бы Равномерно И Растушевать Вот Поэтому Они Тушуются Просто За секунду Тоже Я Сегодня Наносила Посмотрите Предыдущим Видеом Это Просто За секунду Нанес Растушевал Все Вообще Намного Быстрее Намного Проще Чем Прошлая Версия Вот И Плюс Ко Всему Здесь Тоже Отличаются Вот Эти Кремовые Хайлайтеры Которые Предыдущие Версии Никому Не Нравились Потому Что Они Были Там Такой Текстуры Как Вазелиновый Какой-то Не знаю Какой Полупрозрачный Какой-то Как Жирный Что-то И Когда Ты Наносишь Пудру Она Просто Пропадала И Вообще Ничего Не Было Видно То Там Не Было Тоже Почти Шиммера Очень Мелкие Там В общем Почти Его Не Видно Было Никто Не Любит Не Любил Этот Хайлайтер Вот И Здесь Тоже Они Поменяли Формулу Здесь Они Более Такие Плотные Здесь Видно Прям Что Вы Нанесли Хайлайтер Плюс Когда Вы Наносите Пудру Она Тоже Просвечивается То Видно Тоже Кожа Такая Сия Изнутри В общем Эти Формулы Намного Намного Круче Чем Прошлая Версия То Если Вы Не Успели Купить Прошлую Версию То Не Жалейте Купите Новую Так И По Оттенкам У меня Был со Старого Оттенка Только Второй Вот Он Мне Очень Нравился Там Такой Был Темный Я Больше Контур И Светлый Я Не Использовала Белесый А Здесь Второй Оттенок Немножко Отличается От Прошлого Второго Потому Что Во-первых Сам Вот Этот Темный Корректор Он Чуть Теплее Тоже Покажу Вставлю Здесь Где-то Вот Фоточки И Видео Именно Сравнение С Старым Старым Потому Что Я Забыла Взять Вот И Вот Этот Хайлайтер Он Более Такой Песочный Видите То есть Более Темный Уже Оттенок Ну И Конечно Формы Тоже Другие Как я Сказала Так Вот Так Вот Выглядит Один И Два Я Кстати Очень Тоже Много Искала Обзоров На Ютуб Даже На Американском Ютуб Очень Мало Есть Там Буквально Может Пять Человек Которые Делали Обзор Именно На Вот Эти Вот Кремовые Бронзеры Ой Контуры Бронзеры Не знаю Поэтому Мне Прям Было Тоже С Контур Да Потому Что Он Теплый Коричневый Оттенок Вот Такой Вот Смотрите Но Все равно Он Смотрится Очень Натурально Не Желтит Не Рыжит Вообще Ну Как Том Форд Вот И Вот Этот Хайлайтер Он Как Белый Похожий На То Что Во Второй Версии У меня Есть Но Во-первых Он По Текстуре Другой Да Как Я Сказала И Здесь Есть Более С теплым Таким Патоном А тот Белый Он С Холодным Патоном Так И Давайте Вот На Второй Тоже Сделаю Сфотчики Этот Более Видите Такой Темный Шоколадный Но Он Тоже Растушевывается В дымку И Он Дает Больше Эффект Контура Это Дает Больше Эффект Бронзера И Хайлайтер Тоже Очень Красивый Такой Песочный Короче Мне Очень Очень Понравились Так Сейчас Сделаю Сфотчи Так Вот Это Вот Первый И Второй Контур И Бронзер Я бы Так Сказала Я Сейчас Их Растушую Тоже Посмотрите Что Это Совершенно Не Смотрится Даже Темным Именно Вот Этот Второй Оттенок И Вот Хайлайтеры Хайлайтеры Вряд ли Будут Видны Они Видны Смотрите Видите Они Более Интенсивные Они Более Дают Даже Цвет Чем Предыдущие Тоже Очень Очень Красиво Давайте Растушую Бронзер Двоечку И Единичку Хорошо Вот Смотрите Видите Как Красиво Кстати Вот Этот Мне Кажется Похож На Цвет Мне Кажется Я Не Сравнила На Шанель Именно Первая Вот Эта Еще Версия Которая Была Вот А Вот Это Мне Кажется Похоже Ну Первый Вообще Тоже Смотрится Очень Натурально Не Рыжий Не Желтый Хотя Ну Когда Делаешь Слоч Такой Желтоватый Кажется Но Идеальный Хайлайтер Тоже Тоже Очень Очень Красиво Тоже Посмотрите Как Я Наносила Я Наносила Даже Два Специально Чтобы Показать Разницу В Оттенках Вот Как У Мне Это Смотрится Очень Натурально Потому Что Я В принципе Сверху Красила Только Вот С Этой Палетки Бронзер И То Чуть Чуть То В основном Вот Это У меня Контурирование Это С Вот Этой Палетки Так Ну И Дальше Давайте Продолжим Такими же Палеточками Для Лица Только Хайлайтеры Так Значит У меня Тоже В Похоже Новых Обновленных Вот И Есть Еще Нюдлайт И Танлайт Вот Нюдлайт Мне Вообще Не Понравился Танлайт Я Еще Думаю Тоже Кстати Делала В Магазине Свотчи Во Влоге В Дугласе Там На Танлайт Тоже Я Делала У меня Под Вопросом Он Вроде Темненький Но Он Так Они Тоже Они Хоть Темненькие Но Их Почти Не Видно Цвета Когда Их Растушевываете То Дает Такое Легкое Легкое Свечение И Очень Легкий Цвет Они Кажутся В Упаковке Темные Но Все Когда Тушуется Очень Красиво А Нюдлайт Что Вообще Не Понравилось Потому Один Рефил Рыжий Рыжий Как Тени А Второй Рефил Ниже Он Белый Как Белое Золото И Когда Его Мне Тоже Не Понравился А Анастасия Вот Этот Новый Хайлайтер Белый Такой Который Тоже Растушевываешь Он Желтый Дает Полезненный Желтый Как Тени Может Тени Красивые Но Не За Такие Деньги Наверное Не Знаю Так Давайте Начнем Муд Лайт Выглядит Вот Так Вот И Питч Лайт Выглядит Вот Так Вот Эти Два Оттенка Тоже Я искала На них Обзоры Почти Нет Тоже На Ютуб Ну На Русском Я Вообще Молчу На Американском Тоже Очень Мало Вот Смотрите Даже Вот Здесь Вот Этот Питч Лайт Самый Продаваемый Потому Что Это Новый А Муд Лайт Думает Что Это Такой Как Старый Поэтому Он Меньше Продаваемый Но Не Такой Как Старый Совершенно Сейчас Расскажу Почему И Вот Этот Кажется Как Будто Тем Но Когда Вы Растушевываете Тоже Он Совершенно Не Тем Хотя Он Здесь Такой Купер Даже Больше Выглядит Такой Темноватый Подождите Делаю Цвет Вот Смотрите Такой Как Темненький Так Давайте Покажу Вам Свотч Значит Питч Лайт Вот Так Выглядит Свотч Его Красиво Либо Как Топер На Сверху Румян Либо В принципе Растушевать Он Тоже Особо Цвета Давать Не Будет И Который Светлый Оттенок Он Такой Дет В Розовинку Но Он Такой Красивый Он Похож Кстати Чем На Диор Старой Версии Ну В новой Просто Не Помню Какой Оттенок А В старой Версии На Второй Оттенок Там Такой Розовый Тоже Был В новой Тоже Есть Такой Оттенок Не Помню Тоже Какой Номер Либо Третий Либо Тоже Второй Вот Здесь Он Кажется Немножко Серебристый Но Он Такой В розовинку Дает Розовый Красивый Такой Розовый Парламутровый Там Всякий Переливается В общем Это Вот Печлайт И Очень Красиво Получается Когда Смешать Именно Вот Эти Два Оттенка Вот Обожаю Это Все Свечение Вот И Муд Лайт Это Вот Такой Вот Цвет Розового Золота И Светлый Такой Светло Бежевый Оттенок И Что Я хотела Сказать Со Старой Версии Это Не Одно И Тоже Название Муд Лайт Старой Версии Тоже Муд Лайт Во-первых У них Совершенно Разные Текстуры По Плотности Совершенно Разные Именно С Муд Лайт Я хочу Сравнить Здесь Вот Этот Вот Светлый Оттенок И Там Светлый Оттенок Они Совершенно Разные Здесь Он Более Такой Насыщенный Прям Такой Плотный И Просто Одногранный Здесь Нет Какого Перелива Если Вот Этот Розовый Он С Переливами Просто Его Вот А здесь Просто Такой Светлый Бежевый Цвета Шампанского Как бы Оттенок Старой Версии Он Был Такой Похож На Мак Ванила Там Как бы Такие Разные Были И Желтоватый Розовый И Оранжевый В общем Такой Красивый Красивый И Сама Текстура Более Нежная Сатиновая Более Деликатная Деликатная Здесь Больше Такой Как Хайлайтер Обычный Хайлайтер И Вот Этот Хайлайтер Именно В старой Версии Он Более Темный Прям Его Некоторые Как Бронзер Как Топперы Тоже Наносили Он Прям Такой Как Темное Розовое Золото А здесь Более Светлый То есть Этот Более Такой Носибельный Вот В принципе Вот Этот Хайлайтер Здесь И этот Ходовой Отдельно И этот Ходовой Либо Тоже Можно Их Смешивать Вот Поэтому Они Как Были Не Одно И Тоже Их Сравнивала Тоже В магазине Там Были Тестеры И на Тот И на Тот И Совершенно Разные Оттенки И даже Разные Текстуры Вот Так Вот Смотрите Питч Лайт Вот Так Вот Выглядит Тоже Очень Красиво И Вот Красиво Когда Давайте Тут Смешаю Как Бы Их Вот Когда Смешать Получается Такой Нейтральный Как Розовое Золото Оттенок И Вот Тут Будет Мудлайт Это Мудлайт Тоже Видите И этот В принципе Такой Светлый Носибельный И этот Такой Светлый Носибельный Тоже Если Смешать Получается Тоже Такой Чвет Шампанского Красивый Тоже Оттенок То есть В этом И преимущество Этих Как Былет Потому Что Их Можно Смешивать Между Собой Ну Как Был Два Оттенка Да Сегодня Я Тоже Наносила На Себя Вот Этот Питч Лайт Я Смешивала Ну И Вообще Почти Цвета Не Видно Только Есть Такое Легкое Сияние Свечение Изнутри Очень Мне Нравятся Тоже Эти Текстуры Кто Может Тебе Позволить Конечно Это Шик Блеск Красота И Это Не Только Потому Что Это Тумфорт И Именно Сама Текстура Очень Классная Так же Самая Текстура Именно Вот В этих Кремовых Контурах Ну И Последнее У меня Тумфорт Осталось Именно С Палеток Для Лица У меня Еще Есть Палетки Для Глаз Новые Так Это Вот Такие Румяшки У меня Они появились В еще Одном Оттенке Оттенок Называется 03 Pitch Pitch Pousin У меня Уже Есть Как Вы Видели Четыре Оттенка С этой Серии Очень Не Понравились Эти Румяна Они Очень Стойкие Они Очень Красиво Смотрятся Ну Стойкость Конечно У них Нереальная Так Вот Так Вот Выглядит Оттенок У меня Еще Нету Только 0,6 Оттенка Так С 1 До 5 У меня Получается Уже Все Есть Вот Хотела Еще Вот Этот Это Такой Более Абрикосовый Оттеночек И Как Терракотовый Тоже Очень Очень Красиво Их Тоже Можно Между Собой Смешивать Здесь Один Идет Немножечко Тоже Только Не Пойму Какой А Вот Этот По-моему Идет Немножко Такой Подсвечивает И Подсвеченная Вот Очень Красиво Когда Его Смешивать Это Уже Сегодня Себе Наносила Эти Урмяшки Вот Очень Я Люблю Их Тоже Кто Может Себе Позволить А Я Сочи Не Сделала Так Вот Так Вот Выглядит Вот Этот Абрикосовый Или Персиковый Не Знаю И Совершенно Не Темный Вот Смотрите Вот Этот Коричневый Ну Он Не Такой Коричневый Бронзер Да Он Такой С Рыжинкой Вот Для Бронзера Или Контура Не Пойдет Если Кто Думает Что Это Можно Как Использовать Бронзер И Румяну То Нет Вот Потому Что Он Такой Вот Светленький Тоже Вот Их Можно Либо Смотрите Вот Так Вот Выглядит Этот Коричневый И Вот Так Вот Этот Персик Абрикос Не Знаю Тоже Очень Все Красиво Натурально Очень Люблю Тоже Эту Текстуру Румян Вот И Наверное Я Все Так Потом Еще Приобрету Вот Этот 06 Но Там Такой Розовый Прям Барби Розовый С Таким Слишком Короче Розовый Вот Поэтому У меня Не в Приоритете Был А Вот Это Так Ну Что Я Думаю Что На Сегодня Все Мы Сегодня Сделали Обзор Всех Люксовых Продуктов Для Лица И В Следующем Видео Я Хочу Уже Сделать Обзор Люксовых Палеток Для Глаз Чтобы Не Растягивать Слишком Длинное Видео Вот Так Что Оставайтесь Со мной Следите За Выходом Следующего Виде В Отдельное Видео Спасибо За Просмотр Подписывайтесь Кто Еще Не Подписался На Мой Канал Ставьте Колокольчик Чтобы Не Пропустить Мое Новое Видео Следующее Более Интересное Даже Будет Видео Вот И Как Я Сказала Еще Дальше Будут Видео Я Хочу Разделить Тоже Там Более Профессиональные Тоже Бренд Сделать Отдельно Вот Ну И Увидимся В